в эфире программа лицом к лицу я евгений агарков здравствуйте как и куда двигаться украинской цифровой экономики прошлом году правительство украины утвердила дорожную карту для развития этого направления какие результаты мы уже имеем и что еще предстоит сделать об этом говорим с консультантом по инновациям и цифровой трансформации руководителем общественной организацией innovation nation егор чернев у нас в гостях егор приветствую вас нашей студии и так в январе прошлого года была утверждена определенная правительством украины концепция развития цифровой экономики и я знаю что вы мне об этом сказали что вы также ваша команда принимала частично в этом проекте который утверждался в прошлом году сейчас у вас была презентация такая уже концепции до 2030 года насколько я понимаю расскажите пожалуйста о том что вообще подразумевает ваша концепция нынешняя до новая вот это до 2030 года и чем она отличается от той которая создавалась 2018 году которая презентовалась вообще почему мы вообще вообще не пока заговорили потому что на самом деле 2000 это еще был 2016 год европа уже написала собственно свой достаточно давно повестку дня и это повестка дня определяет направление движения государства в цифровой экономики вообще в цифровом мире у нас ее не было вот собственно собралось достаточно большое количество экспертов кто-то из бизнеса кто-то из научной среды и написали вот эту вот концепцию мне начали это было дешевле талла дженда а после она превратилась уже немножко урезаны на самом деле в концепцию развития цифровой экономики и общества до двадцатого года вот у нас уже двадцатый год через несколько месяцев сказать что она выполнена эта концепция ну к сожалению не можем здесь есть два вопроса то ли она слишком было большой для двух лет и для исполнения и там действительно так есть но по некоторым направлениям вообще не начинались работы да но давайте давайте тогда поговорим об этом детальнее потому что это тоже интересно понимать и потом вернемся все-таки к вашему проекту который до 2030 года рассчитан все же а вот по тем проектам что не было и в планах реализовать давайте начнем с того что реализовано из тех планов и за вот эти по сути два года который мы успеваем реализовать да еще будет реализовано все-таки до конца ну вот задуманного времени периода проекта но мне сложно сказать что будет реализовано потому что хочу давать я давать поверьте что уже есть на сегодняшний день смотрите очень хорошая инициатива кроссплатформенное взаимодействие между нашими государственными органами называется на тримбита это насколько я помню подарок со стороны эстонии эстонского правительства вот то что у них внедрено как единый единая такая база данных единая платформа который объединяет все база данных всех органов она сейчас внедряется здесь где-то она внедрена в каких-то в министерствах где-то на ней не внедрена но но вот процесс идет да вообще из чего состояла та концепция или тот цифровой порядок денный как мы его называем из набора проектов там были проекты по медицине там были проекты по образованию там были проекты по безопасности по кросс вот вот этой вот интероперабельности что-то делается например в мозе да мы видим что там вот уже запустили электронный рецепт сейчас мы знаем что они работают над единой базой данных по электронным введению медицинских электронных карточек дальнейшие шаги это уже в том числе телемедицина мы которые там много тоже говорят но уже частично да уже были прецеденты по крайней мере в каком-то режиме в тестовом она уже работает ну работает далеко не все вот смотрите там если мы разберем проект под по частям то там тот же мост мы мы понимаем что в начале нужно создать некую платформу некую базу данных в которую будет собираться вся информация медицинская и который будет иметь доступ все врачи для того чтобы люди не ходили с этими бумажными карточками от врача к врачу не переносили их следующий этап в идеале конечно же было этот отцифровать от отцифровка всех тех карт которые сейчас есть бумажные но это практически невозможная история потому что распознать это все в общем заниматься этим по большому счету некому потому что это огромный массив данных которые объять невозможно следующий этап это уже носимые какие-то браслеты которые ему которые будут носить например люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями они мониторят сразу весь состояние здоровья и в случае чего отправлять информацию либо лечащему врачу либо не дай бог там вызывают автоматически скорую то есть вот эти вот стадии развития они как бы ну вот на протяжении 10 лет я думаю что это возможно на протяжении там двух лет потому что концепция была 18-20 ну наверное многовато для двух лет вот 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 таким образом сейчас развивать на самом деле два года для развития цифровой экономики это вообще ни о чем я ну вот понимаю с ваших слов смотрите а есть очень такие критичные реперные точки которые дают запуск вот это вот этой самой экономики на самом деле критические элементы экосистемы развития цифровой экономики это например инфраструктура вот и вообще цифровая экономика этот тип экономики который использует дополнительным фактором производства данные то есть вот к тому что у нас уже есть это труд капитал земля предпринимательские способности добавляю еще данные которые помогают оптимизировать процессы и улучшить эти процессы так вот для того чтобы эти данные собирать для того чтобы они ходили нужна инфраструктура как минимум твердая инфраструктура это что касается широкополосный интернет под покрытие широкополосным интернетом это одна из ключевых задач для того чтобы запустились процессы вторая задача это доступ к данным открытые данные максимально открытые данные не персонифицированы теми же у нас с 2000 по-моему шестнадцатого года или пятнадцатый шестнадцатый год действует закон о доступе к публичным данным как-то он выполняется кто-то дает доступ к данным кто-то его на большому счету игнорирует потому что если мы возьмем там есть opendata.gov.ua если не ошибаюсь сайт открытые данные да зайдем допустим тот же моз при всей при всем уважении к реформам мозовским там нормативно правовая база просто выложена при том что допустим в израиле уже является обязательным сбор данных о пациентах не персонифицированный сбор данных там единую базу которая потом будет использоваться исследовательскими компаниями для того чтобы производить фарму производить лекарства улучшать условия догляду за 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 пациентами ухода до ухода за пациентами то есть они используют опять-таки что такое данные данная это информация на протяжении какого-то времени чем больше данных тем больше мы понимаем тем больше информации да мы можем использовать соответственно хорошо егор давайте перейдем непосредственно к той концепции которую сейчас предлагает ваша команда до 2030 года на которую основные давайте пройдемся по основным пунктам по основным тезисом которые заложены вашей идеи и почему такой срок 2030 год ну потому что во все-таки нужно разогнать экономику да мы не можем прыгнуть из как холик ван юст из третьего мира в первый было бы очень хорошо но и даже им даже сингапура понадобилось 40 лет у них не было таких технологий окей нам понадобия я думаю что нам хватит 10 лет для запуска вот для первого самого запуска даст я думаю что можно достаточно будет и трех пяти лет то есть вот если мы построим эту инфраструктуру если мы дадим доступ к данным если мы там примем принцип digital by default это цифровизация по умолчанию во всех государственных органах это означает что если процесс может быть выполнен в цифре он должен быть выполнен если государство может предоставлять сервисы цифровые место аналоговых бумажку принести бумажку отдать оно должно быть сделано так то есть выполнение этих правил она даст нам разгон там в ближайшие 3-5 лет просто становление экономики и остальные пять лет это будет уже рост использования цифровых сервисов и производства этих цифровых продуктов вот мы пишем как раз таки в мы по пошли на самом деле от обратного мы поставили цель что 2013 в 2030 году украина должна войти в топ-50 стран по ввп на душу населения это примерно на уровень ну ближе близкий к польше да мы вот два месяца назад по моему министр финансов сказал что для того чтобы нам догнать польшу с нашими темпами роста нам понадобится 50 лет вот мы хотим чтобы это произошло за 10 лет и мы видим что это может это реально если мы без благодаря цифровой экономика не цифровизации я знаю что вот соответствии со стратегии вот этой ну в новой вашей вас есть такой пункт там что украина может достичь ввп в 1 триллион до это реально ну вот мы через какое это реально через эти десять лет или это срок более 1 триллион ввп в 2030 году у нас такая поставлена цель и от нее мы уже исходили что нужно сделать для того чтобы достичь таких таких результатов вот мы и это описали хорошо как быть допустим с его перри ну перечислили о том что да сейчас внедряется в том числе там тот же широкополосный интернет и тому подобные технологии как быть вот с населенными пунктами в глубинке которая находится потому что до сих пор да вот у нас 21 веке действительно это я лично видел у меня много знакомых живут таком населенном пункте где действительно интернет хороший интернет могут позволить себе по сути единицы потому что нужно установить дорогостоящее оборудование на которое у многих нет просто финансов абсолютно верно это действительно болезненный вопрос как довести вот эту последнюю милю так называемую интернета широкополосного до там самой глубинки до самого села потому что с одной стороны провайдером это не интересно у них будет больше затрат чем они получат заработать в этом селе государстве ты себе не может позволить мы думали над этой проблемой это может быть концессионные решение это может быть государственное частное партнерство в совместном по проложении вот этих вот широкополосного интернета потому что мы понимаем что плюс десять процентов покрытия широкополосным интернетом это данные исследовательских компаний европейских добавляет до одного процента ввп просто доступ к интернету потому что люди начинают пользоваться в том числе электронной коммерцией заказывать через интернет ну вот и так далее поэтому да действительно это 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 проблема ее нужно решать ее можно решать через либо государственное стимулирование помощь таким образом провайдером все-таки дотянуть вот эту вот последнюю милю либо там через государственное частное партнерство может быть стоит здесь сосредоточиться на диалоге с представителями мобильных операторов в украине ведь мы все прекрасно понимаем о том что да у нас уже есть поколение 4g в украине и как вот я недавно общался с представителями одного из мобильных операторов они утверждают что вот в селах которых до сих пор да даже есть вот этот 2g интернет ну то есть это вообще далеко от ну сильное отставание скажем так от прогресса потому что даже закрою загрузить элементарные сообщения мессенджеры это не посильная задача и вот операторы утверждаются о том что 3g он даже не будет реализован в этих населенных пунктах а сразу будет реализован 4g интернет может вот за счет этой технологии уже стоит смотреть в любом случае здесь должен быть конечно прыжок нет смысла делать 2g 3g потом 4g вот на самом деле уже мир идет в новое поколение 5g да и в китае это один из пунктов тоже там адженды их digital agenda развития 5g интернета потому что это огромные массивы данных высокая скорость интернета и это позволяет ускорять экономику в том числе а его еще один вопрос и попрошу короткий ответ вообще просто вот сколько украине может обойтись вот это построение цифровой экономики очень экспертная расчет около 70 миллиардов долларов это на все на инфраструктуру около 6 16 где брать такие деньги когда мы выживаем кредитов там в 5 в 10 миллиардов или инвестиционная инвестиционная то есть нужно показывать что у нас есть проекты что мы можем инвестиции извне украины извне украины для этого конечно же нужно сделать шаг назад и посмотреть что нужно вначале создать условия для этих инвесторов украине чтобы они сюда приходили и не боялись о своей частной собственности бы интеллектуальной собственности и понимали что у нас хотя бы начинает выстраиваться верховенство права а не какой-нибудь суд пример решает ну слава богу в этом мы уже сделали шаг по крайней мере решение пока антикоррупционному суду принято а вам я желаю успехов в создании тех условий которые бы привлекли инвестицию в украину спасибо большое у нас в гостях был консультант по инновациям и цифровой трансформации руководитель общественной организации innovation nation егор черняк я евгений окарков прощаюсь с вами до новых встреч на ее тиви